Приветствую вас, я думаю, что если, если вы не видели человека 10 лет, то нет ничего удивительного в том, что она одноклассница. А с вами встречаться не хочет вживую, потому что вы для нее не настолько важный человек на данный момент, чтобы хотеть с вами встречаться, чтобы хотеть с вами видеться, вот и все неизвестно, да, чего вы хотите, еще неизвестно, чего вы ожидаете, еще неизвестно, чего вы ждете, вот, от нее, да, как бы, вот. То есть, тут история такая, на мой взгляд. То есть, две опасения понятны. Вот, поэтому я полагаю, что вне зависимости от того, чего вы хотите, да, вот, вне зависимости от того, почему вы хотите быть с ней, да, почему вы хотите встретиться с ней. Вам нужно вначале выдержать некоторую паузу. Вам нужно вначале выдержать некоторую паузу, вот, и пообщаться с ней действительно через социальную сеть, чтобы у нее появилось больше к вам доверия, чтобы она все-таки привыкла к вам, чтобы она, может быть, лучше узнала вас, чтобы она комфортнее себя чувствовала с вами, опять же, да, вот. То есть, это такие вот важные моменты, на которые вам нужно обратить внимание, да. И уже после этого, после того, как вами будет, вот, сделаны эти вещи, вы можете предложить ей встретиться вживую. А то 10 лет не виделись и сразу предлагаете ей встретиться вживую. Ну, согласитесь, это не очень может быть приятным человеку, вот. С другой стороны, с другой стороны, да, коллега Кудричев Игорь Леонидович правильно сказал, что действовать нужно исходя из ваших желаний. То есть, если она интересует вас как человек, если ваша одноклассница интересует вас как человек, вас как человек, как личность, да, если она вас, ну, волнует как личность, привлекает вас как личность, ну, вот, и так далее, то в этом случае, в этом случае, вы можете, вы можете взаимодействовать с ней по одному сценарию. Если вы интересуетесь ею для отношений, то вы можете взаимодействовать по другому сценарию, ну, в зависимости от того, да, какой вы представитель своего пола, да, то есть, какой вы мужчина, какая у вас мужская позиция. Вот. И, соответственно, если вас интересует только, например, секс, или только развлечение, только какое-то времяпровождение, вот, то, соответственно, это еще одна модель поведения. То есть, сначала, все-таки, конечно, нужно определиться с целью, да, вот, что конкретно вы, конкретно вы хотите, и что конкретно нужно вам. И уже потом, после этого, я думаю, можно будет что-то делать. Уже потом, после этого, можно будет как-то что-то делать для, ну, для этого. Вот. Ну, в любом случае, лучше не спешить. То есть, в любом случае, если вас волнует, значит, что-то, кроме секса, да, что-то, кроме секса для вас волнует, то лучше не спешить в этой ситуации. Лучше все-таки дать ей время, вот, лучше все-таки дать ей возможность привыкнуть к вам. И уже после этого можно будет о чем-то говорить, да, уже после этого можно будет что-то предпринимать, да, уже после этого можно будет каким-то действием переходить таким, ну, активным, вот. Опять же, опять же, смотрите, если ситуация такова, что вы в отношениях ориентируетесь только на себя, да, вот в отношениях с этой девушкой, например, или вообще, если вы ориентируетесь только на себя в отношениях, то я думаю, я думаю, что при ориентации на отношения, то есть при ориентации в отношениях на себя, вам не стоит ждать. То есть, если вы ориентируетесь на себя, а на саму девочку вам, как бы, плевать, да, по большому счету, то в этом случае, конечно, можно говорить о том, что она рано или поздно почувствует это, почувствует то, что вы ориентируетесь исключительно на, ну, только на себя, вот, и ей в любом случае это не понравится, да, то есть, ну, никому не приятно, когда ориентируетесь на, ну, на себя, да, а не на тебя. То есть, вот, вам, например, было бы неприятно, если бы я ориентировался на вас, да, вот, на себя во взаимодействии с вами, да, то есть, вам было бы неприятно, если бы я говорил, а вот, знаете, вот, знаете, вот, давайте вы будете слушать только меня, вот, посмотрите, какой я профессионал, ну, вот, приходите ко мне на личную консультацию, да, там, вот это все, то есть, это вот вам было бы неприятно. То есть, вы понимаете, что вы сами решите, да, там, брать вам индивидуальную консультацию, да, не брать вам индивидуальную консультацию, если брать, то у кого, да, то это вы решаете сами, вот. То есть это всегда вот вызывает такую, ну, неприятность, вот, поэтому если вы ориентируетесь исключительно только на себя в отношениях с девочкой, вот, то, наверное, лучше не стоит, то есть ее отказ, он вас не смотивирует, ее отказ не смотивирует вас что-то делать, да, ее отказ не смотивирует вас, что-то менять в своей позиции, в своем отношении к ней, потому что она вам не настолько ценна, она не настолько вам дорога, чтобы вы хотели для нее что-то делать. С другой стороны, если вы готовы, если вы хотите, если вы можете что-то сделать для нее, да, то сделайте, я не думаю, что в этом будет что-то плохое, но только если вас это никак не будет ущемлять, только если, ну, если вас это никак не будет подавлять, да, только если вы будете чувствовать себя при этом позитивно и вам не будет казаться, что вы с собой, например, пожертвовали. Вот, только в этом случае я рекомендую вам делать то, что вот, ну, то, что вы делаете, вот, или то, что вы собираетесь делать. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится наилучшим образом.